Михаил Михайлович Зощенко – известный советский писатель. Он родился в городе Санкт-Петербурге, где вырос и провел в основном всю свою жизнь. В большинстве его сатирических произведений мы можем увидеть борьбу с жестокостью, гордостью, глупостью, отсутствием культуры и веры и другими человеческими недостатками. Почти все его родственники тоже были творческими людьми, а его родители были из древнего дворянского рода. Отец был знаменитым художником. Мать являлась тоже немалоизвестной театральной актрисой, а также выпускала свои собственные рассказы, которые печатали в газете. В 1913 году писатель поступает в Питерский университет на факультет юриспруденции. В то же самое время юный писатель только начинает выпускать свои первые рассказы. Жизнь Михаила Зощенко резко меняется в 1915 году. В этот год он по собственному желанию отправляется в армию во время Первой мировой войны. Через два года автор приезжает обратно в Петербург, а в 1918 году снова добровольно уходит на войну в качестве красноармейца. Спустя год писатель начинает работать в творческой студии, которой руководит Корней Иванович Щуковский. После некоторого времени издаются первые повести автора. Первая книга с рассказами Михаила Михайловича издается в 1922 году. Уже в 1920-х годах он попадает в ряд самых знаменитых писателей в России. Некоторые рассказы и произведения автора выходили за рамки сатиры с элементами юмора и легкой усмешки, их перестали выпускать и печатать. Но сам Михаил Зощенко постоянно высмеивал поступки и действия советского общества. Особое значение в своем творчестве Зощенко уделяет фильеттонам. Писатель прикладывал много усилий. Он работал на радио, в газетах и журнале «Крокодил». Еще во время начала ВОВ Михаилу Зощенко пришлось уехать в город Алма-Ату. Там он много работал над своими произведениями в студии Мосфильма. После временного проживания в Алма-Ате писатель приезжает в начале 1943 года и становится одним из редакторов юмористического журнала «Крокодил», при этом много работая в театре. Михаил Михайлович Зощенко умер в июле 1958 года в Санкт-Петербурге, а похоронили его в городе Сестрорецке.